Слово Четыре года назад мне довелось быть на юбиле, на торжественном, в ресторане в Будапеште, в субботний вечер. Мне нужно было уйти, потому что нужно было готовиться к проповеди. Супруга моя осталась на вечеринке, а ее обещали подвезти, поэтому я был спокоен. Я был не то чтобы супер каким-то красавчиком, но было видно, что деньги у меня есть, потому что я был одет в хорошие кости. Я шел в галстуке, я иду по улице, в центре Будапешта, улочки довольно-таки узкие. Иду по одной из этих улочек, вот две девушки стоят на обочине с одной стороны, одна с другой стороны и общаются друг с другом. А в Венгрии, в отличие от Америки, ты не приветствующих людей на улице, тех, которых ты не знаешь. Я не из Венгрии. Я родился и вырос в Атланте, в Джорджии. А в Джорджии мы, собственно, всем привет говорим, кого встречаем. И вот я иду по улице. Смотрю, стоит девушка, в упор на меня смотрит. И, кстати говоря, по возрасту младше моей самой младшей дочери. Привет, говорю я ей. Но при этом не замедляю шаг и продолжаю идти дальше. Привет, вы говорите по-английски? Спросила она. Да, ответил я, все так же продолжаю идти. Хотите меня на час, спрашивает она. Я христианин, продолжаю отвечать я, но при этом не замедляю шаг. Это значит нет, спрашивает она. Значит нет, отвечаю. И при этом продолжаю идти. Но знаете, что я хотел сделать? Больше, чем что-либо на свете. Ну, во-первых, если оценивать ее с мужской точки зрения, она даже не была хороша собой. Даже если бы я был не христианин. И мне было бы интересно с ней пообщаться. Она меня даже не привлекла бы ничем. Но мне хотелось сделать вот что. Я хотел бы задать ей такой вопрос. Знаешь, во-первых, я сказал бы, что у меня есть две дочери постарше тебя. А во-вторых, спросил бы ее, сколько ты зарабатываешь в час? Знаете, вот на тот момент деньги у меня были. Это происходит нечасто. Вот знаете, что реально мне тогда хотелось сделать и как поступить? Я хотела спросить у нее, сколько она зарабатывает в час. Потом дать ей эту сумму денег. И попросить ее на следующее утро, или когда она там выходит на работу, не выходить на работу, а прийти в церковь на этот час. И я даже знал, в какую церковь. И сказать, на тебе, пожалуйста, чтобы ты не теряла свой часовой заработок, но, пожалуйста, приди туда, куда я тебя приглашаю. Но, к сожалению, я не мог этого сделать, и дело тут не в деньгах. Мне было не жаль дать ей эту сумму. Я не мог так поступить, потому что я был испуган. Потому что, как только я начну протягивать ей деньги, где-нибудь возникнет полицейский. Вот представьте себе, как бы я пытался объяснить венгерскому полицейскому, сейчас даю ей деньги, чтобы она на следующий день пришла в церковь. Или же представьте себе, я протягиваю ей некую сумму денег, и тут из-за угла кто-нибудь появится, кто меня знает. И я реально, реально боялся, что кто-нибудь меня увидит, что кто-нибудь меня заподозрит в чем-то. Поэтому я продолжал идти, не меняя скорости. И продолжал дальше двигаться в направлении своей машины. Я даже не оглянулся. А Иисус остановился. И Он предложил ей отнюдь не деньги. А нечто лучшее, чем деньги. И Иисус не убоялся. И в следующем стихе мы читаем, что ученики, узнав об этом, недоумевали, неужели Он действительно общался с ней. Он не просто с ней общался. Он открыл ей себя, как личность, как Мессию, настолько, насколько Он не открывал себя еще никому. Что это за человек? И, друзья мои, Его нельзя было придумать, потому что тогда это было невообразимо в первом веке. Наверняка это есть Сын Божий. В тот самый момент она обрела спасение. Как же это доказать? Никаких традиционных знаков, которые говорили бы о том, что человек спасен, мы здесь не видим. То, к чему мы привыкли в церкви, в современном христианском обществе. Она не поднимает руку, не произносит молитву покаяния и веры, не заполняет потом карточку новообращенного. Она не выходит вперед в церкви, когда поется гимн. Но она обретает спасение. И я могу это доказать. Для доказательства я избираю два способа. Во-первых, у нее тут же меняются приоритеты. И это практически неоспоримый признак спасения. Она просто на глазах преображается. 28 стих. Тогда женщина оставила водонос свой. И отправилась куда или что начала делать? И пошла в город. Она оставила водонос и пошла свидетельствовать. Это второе доказательство. Она была не просто свидетелем Христу. Она была очень плодотворным свидетелем, потому что в результате ее свидетельства многие пришли к Богу. Многие уверовали. Иногда мы бываем столь напряжены и столь отвлечены от... Или там, столь рассеянны, что забываем поесть. Мы можем быть слишком заняты, вовлечены в какие-то дела целый день. Или наоборот веселиться, или делать что-то еще. И к концу дня понимаем, ох, а я же сегодня еще ничего не ел. Со мной, честно говоря, такого ни разу не происходило, но я об этом читал. Иногда люди забывают поесть. Но знаете, если у вас жажда, настоящая жажда, о ней забыть невозможно. А она забыла. Она оставила водонос. Потому что у нее поменялись приоритеты. Сколько нам нужно готовиться к тому, чтобы свидетельствовать о Христе, чтобы, наконец, заняться этим на практике? А насколько подготовлена была она? Какие мы должны окончить университеты, прежде чем... Или получить какую-то квалификацию, прежде чем нас назовут свидетелем Христовым? Или насколько достоверно... Должно быть... Иногда мы говорим, ну, этот брат свидетельствует, потому что у него лучшее образование. Или у него более выгодный социальный статус. Или он принадлежит другой этнической группе. Или его группа недолюбливает мою группу. Поэтому меня никто не будет слушать. А как вы думаете, ее люди стали бы слушать? Кстати говоря, если мы обратимся к 38-му стиху. К 39-й стиху. Вот она приходит в город, встречается там со своими соседями, там с селянами, с горожанами и говорит, я встретила мужчину. Я надеюсь, на этом она не остановилась. Потому что если бы она на этом остановилась и делала паузу, чтобы продолжить дальше, вряд ли бы ее вообще кто-то стал слушать. Ну и что нового ты нам расскажешь? Мужчину ты встретила. Она сказала, я встретила человека, который все рассказал мне обо мне. Примерно тот же опыт имел Нафанаил. Иисус никаких знамений здесь не делал. В этой главе мы об этом не читаем. Но здесь он все равно проявил себя как сверхъестественная личность. Поскольку рассказал о женщине то, чего она ему не говорила. И всякий человек, который честен сам собой. И всякий человек, который с открытым сердцем читает Священное Писание, заглянул на его страницу, понимает, что эта книга написана о нем. Что она повествует о нем. И кто должен быть автор этой книги, чтобы знал меня столь хорошо? В 27 стихе мы читаем, ученики удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал. Это была лишь мысль. А в 31 стихе они ему открыто говорят, ешь, вот он, обед. А Иисус в 32 стихе отвечает ему, у меня есть пища, которую вы не знаете. Во время искушения именно так Иисус ответил сатане. И во время разговора с самарианкой, он так ответил своим, после разговора с самарианкой, он так ответил своим ученикам. И врагу, и друзьям он говорит одни и те же слова, у меня есть нечто, что помогает мне жить, не хлебом единым живу я. 34 стих. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. А миссионерство в основном повествует книга Деяния апостольских. Если говорить о миссионерских текстах Евангелия, то на ум приходят в основном два текста. Первое, это текст великого поручения, и так идите и научите. И второе, то, что Иисус говорит о жатве. В 4 главе, в 35 стихе. 4.35 Необходимо поместить 35 стих 4 главы в контекст. Это контекст миссионерский, потому что Иисус свидетельствует в чуждой ему среде, в совершенно другой культуре. Другими словами, он сейчас занимается миссионерской деятельностью. В том месте, где словам иудеев привыкли не доверять, где их вообще не слушали, Иисус говорит, скоро жатва. Вот в чем состоит послание 35 стиха. Не говорите, что нам нужно ждать 4 месяца. Нам, христианам, нравится встречаться, развлекаться и общаться. Нам нравится собираться вместе и обсуждать, когда мы будем свидетельствовать. Но свидетельствовать мы будем когда-нибудь. А сегодня мы с вами соберемся и пообщаемся. А завтра тоже пообщаемся. И послезавтра пообщаемся. Но когда-нибудь начнем свидетельствовать. Может быть, через 4 месяца. Иисус говорит, не говорите, что нужно ждать эти 4 месяца. Посмотрите вокруг себя. Оглядитесь. Свидетельствовать можно уже сейчас. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com 38 стих. Здесь речь идет о нашей с вами цели. Я послал вас жать, говорит Иисус. А вы единственное, о чем помышляете, это пища. Мы сюда не обедать пришли. Мы сюда пришли пожинать души человеческие. Я послал вас жать. 41 стих. И еще большее число уверовали по его слову. В 40 стихе самаряне просят его побыть у них. Это как раз признак такого желанного гостя. Если ты хочешь, чтобы он тебя побыл еще, значит тебе действительно нравится проводить с ним время. Мне люди очень нравятся. Но не многих я пригласил бы побыть у меня. А самарянам Иисус, наверное, очень нравился, потому что они умоляли его побыть у них еще. Когда Иисус исцелял людей в гадаринской стране, да, или... Они говорили ему, уходи. А здесь люди, наоборот, говорили, останься и побыть у нас. Буквально несколько минут назад я утверждал, что женщина-самарянка получила спасение. Поскольку у нее полностью поменялись приоритеты. И поскольку она тут же стала свидетельствовать людям о Христе, не просто свидетельствовать, а делать это плодотворно. И они спаслись тоже. И это я могу вам доказать, потому что они хотели, чтобы он остался у них, побыл у них. Потому что они сами сказали, что умерли. И потому, как они называли его. Иудеи называли его Мессией. Мессия Израильский. Именно так обращался к нему Нафанаил. А самаряне знали, что евреи их ненавидят. Они не называли его Мессией Израиля. Они в 42 стихе назвали его Спасителем мира. Поскольку такой он и есть. Я вам уже говорил, что из одного этого текста мы можем вывести утверждение о том, что Иисус есть Сын Божий. В Америке мы называем эту историю историю о женщине-самарянке. Но на самом деле этот текст повествует о другом. Это история о Божественном Человеке. В Америке мы называем эту историю историей женщины-у колодца. Но на самом деле речь здесь идет не о том. По сути, речь идет о мужчине-у колодце. То, как поступила самарянка, было абсолютно предсказуемо. Она поступала соответственно своему положению в то время, в том обществе. А вот то, как поступил Иисус, было просто поразительным. Он заговорил с ней. Он попросил у нее воды. Он открылся ей настолько, насколько доселе еще никому не открывался, как Мессия. Как Личность. И для учеников это было просто поразительно. Они никогда бы не додумались до того, что это вообще можно выдумать и придумать. У него не было предрассудков, которыми были нагружены его ученики. В нем не было ненависти. Он не пытался избежать неприятных ему людей. Потому что он был не просто человек. Потому что он есть Сын Божий. И в четвертой главе мы находим абсолютно поразительное доказательство этой истины. Что происходит дальше в Джон 4, это второе великое значение Джонса Господа. То, что происходит дальше в четвертой главе, еще одно огромное знамение Иисуса Христа в данном тексте. Знамение, чудо. Первое, то, что мы с вами уже разбирали, это превращение воды в вино в Кане Галилейской. И вот теперь в данном тексте мы читаем, что Иисус Христос снова направляется в Галилею, идет он через Самарию. И в 43-м стихе мы читаем, по прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Он снова идет в Кану. Перед ним появляется Царедворец, такая знатная личность, у которого очень болен Сын в Капернауме. Он просит Иисуса Христа прийти и совершить чудо, потому что Сын Его умирает. В 48-м стихе Иисус сказал ему, как бы спрашивает его, чего ты ожидаешь, чего ты хочешь. И слова, которые записаны в этом стихе, звучат так. Иисус сказал ему, не уверуйте, если не увидите знамени и чудес. Я думал, что Иисус Христос подразумевал следующее. Вы сейчас хотите некое временное облегчение страданий, или же вы ищете постоянного лекарства от смерти? Почему вы ищете именно постоянного лекарства от смерти? Царедворец не хочет и не желает вступать в эти беседы, потому что у него болен Сын, и его сознание занято только этим. Пожалуйста, приди и исцели моего Сына. Вам когда-нибудь доводилось видеть мертвого ребенка? У меня четверо детей. Трое из них живы. Один на небесах. У нас был мертворожденный Сын. Мы назвали его Михаил, подобный Богу. Потому что мы веруем, верим Библии, доверяем Библии. Теперь знаем, что Он светится ярким светом в присутствии Отца, неземного Отца, небесного. Теперь берем библия Библии. И если у вас есть дети, то, наверное, вы сможете оценить слова Христа в 50-м стихе. Это слова столь драгоценные, столь вожделенные, столь сильные, обладающие невероятным влиянием на родителей, когда родителям говорят «Сын твой здоров». Это второе знамение. Давайте здесь обратим внимание на два момента. Иисус присутствует в том месте, где воду превращает в вино. А мальчика Он исцеляет на расстоянии. Он находится в данный момент в другом городе. Он пользуется неким земным инструментом для того, чтобы превратить воду в вино. Он использует слуг помощника. Но мальчика Он исцеляет на расстоянии и без помощи каких-либо инструментов. А в одиннадцатой главе мы поговорим как раз о тех инструментах, которые есть у нас, как у людей. Второй момент. Вино естественным образом получается из винограда со временем. Но говоря о времени, следует сказать, что оно все старит, убивает и разлагает. Ничего не становится более молодым, более свежим. Иисус Христос не меняет. Некий ход природы, как Он это делает в случае с вином. В данном случае Иисус Христос полностью поворачивает время вспять. И из смерти возникает жизнь. Он делает это словом. Он делает это на расстоянии. И впоследствии Отец обнаруживает, что мальчик становится здоровым как раз в то время, когда Иисус изрекает Свои слова. В 53 стихе мы читаем, что благодаря этому сам царедворец и вся его семья уверовали. Это второе чудо, которое сотворило Иисус, о котором записывает Евангелист Таан. Во второй главе мы читаем о том, что Он совершил много чудес в Иерусалиме, но какие мы не знаем. И первое и второе чудо, о которых мы читаем сейчас, произошли в Кане Галилейском. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok